Мы ищем всегда однозначных ответов, и нам вбили в голову, что это есть сущность человеческая, это совершенно неправда. Нету ничего более определенного и радостного, чем неопределенность и незавершенность. Но для этого надо просто понимать, чего мы ищем. Итак, я читаю вопросы. Имеет ли иудей, отрягшиеся мессией Ишуа, спасение? Эти вопросы были бы на самом деле радостными, если бы они не были такими грустными. Ну и это вопросы на самом деле из серии «Ты за кого? За красных или за белых?» Вот как задавали, помните, вы не помните, и я не помню, но времен гражданской войны. Это как на самолете, на котором установлены опознавательные сигналы, свой и чужой. Вопросы, конечно, из учебника по поимке диверсантов. То есть, если ты пройдешь этот фильтр, то ты вроде бы как наш. А не пройдешь, причем я вовсе не хочу, упаси меня Боже, возводить напрасно до автора этих вопросов. Вполне возможно, что им двигаются совершенно как бы благие намерения. Но вот честно это все звучит, как вот, если наш, то перекрестись. Пожалуйста, хотите справа налево, сделаю слева направо, у меня проблем нет. И вот в этом учебнике, по поимке диверсантов у автора или того, кто задает такие вопросы, все должно быть обязательно черно-белого цвета. В этом учебнике нет ни красок, ни рассвета, ни заката. И любой порядок передвижения обязательно должен быть встроен. Если ты вообще, так говоря, не из моей колонны, с моими опознавательными знаками и неправильным. Естественно, пароль, отзыв. Так у вас продается славянский шкаф, да, шкаф продан. Есть что-то там, никелированная кровать с тумбочкой. Так вот, если ты не знаешь пароль, отзыв, то ты, конечно, получи, фашист, гранату. В свое время, в начале 60-х годов был такой спор. Физики-лирики, да, если кто не помнит, то, по крайней мере, знает об этом. Физики-лирики и отсюда, отсюда, вот это вот совершенно, вот все должно быть квадратно-гнездовое. Отсюда в нашем богословии, прости Господи, в нашем христианском, в вашем христианском богословии, полоумные попытки, да, теологически разобрать книгу песнь-песней. Или, не менее полоумные, сделать то же самое с книгой Экклезиаста. Или, не менее, дикие усилия построить на видениях, которые были у Языки Ира и Иоанна. Немало-немного, семилетний план по искоренению жизни на земле с последующим переселением на кучевые, а кому повезет, на переста и облака. Ну, нельзя так Библию читать. Ну, не все так просто. Ну, не все упираются Лютера к канвелинерской доктрины. Ну, не бывает так. Ну, жизнь в Господе, это совсем не об этом. И слава Богу, что есть вопросы, на которые нету, не может быть и никогда, понимаете, никогда не будет ответом на том, стоял, стою и стоять буду, перефразируя, не к ночи будет сказано этого имени Лютера. Понимаете, вот все не так просто в этой жизни. В начале 60-х годов в Израиль приехал один врач из Германии. И много сделал хороший, известный врач, для лечения больных синдромом Дауна. Все бы ничего, если бы уже после его смерти не выяснилось, что во время войны, будучи доктором в лагере смерти Бухенвальд, он ставил опыты на еврейских же детях. Понимаете, ну не все в мире черно-бело. Поэтому, когда мы задаем вопросы из Сирии, вы за кого, за красных или за белых, потерять, не потерять, обрести, не обрести, спасен, не спасен, дела веры, мы должны понимать, да, должен быть ответ. Что да? А что вопрос? О чем вопрос? Непосредственно. Вспоминается вопрос, да? Имеет ли иудей, первый вопрос, отрекшийся в Мессии Ишуа, спасение? Когда мы говорим, вообще-то говоря, об отречении, и вот теперь я попытаюсь следовать логике, от того же самого христианского учебника, по систематическому, очень систематическому богословию. Так вот, когда мы говорим об отречении, мы должны иметь в виду, что отречению, по определению, предшествует некое принятие. То есть, если ты не принятие... Я понятно изъясняюсь? По-своему пытаюсь объяснить себе, да? Если я от чего-то отрекаюсь, то обязательно этому предшествует принятие. Ну, нельзя отречься от того, чего ты не принял. Когда Петр говорит, что я тебя никогда не предам, как бы принимая, то Иисус ему отвечает, трижды отречешься. Если бы Петр ничего не обещал, то отрекаться было бы нечем. Теперь внимание. Если мы говорим о принятии в формате кальвинизма, то отречение вообще логически не вписывается в эту доктрину, так как мы понимаем, что классический кальвинизм спасен раз, спасен навсегда. Или невозможно потерять спасение. Поэтому отречения в формате классического кальвинизма вообще не существует. Это нонсенс. Логически просто никак не вписывается в эту доктрину. Потому что, опять-таки, перестает действовать принцип «спасен раз, спасен навсегда». Если мы же рассуждаем с другой, не менее непопулярной позицией, которая из христианства, так называемого армянианства, то здесь ситуация не менее комична. А комичность состоит же в том, что потерявший раз или отрекшийся, вне всякого сомнения, имеет возможность покаяться обратно и снова обрести спасение. С последующей же ее утратой. И так без конца. Но это не все. Самое комичное состоит в том, что такая позиция вообще не дает возможности установить, является ли декларирующий себя христианином человек таковым в данный конкретный момент времени. И спасение в этом случае является лишь функцией его конечного предсмертного состояния при последнем дыхании. Умер в последнюю секунду верующим, покаявшимся, пошел, не умер, не попал. И та и другая позиция. Они лишены самого главного. Они лишены жизни. Они лишены живого дыхания. Они выглядят нудно, серо, казенно, казарменно и не по-человечески. Как угодно, но не имеющие ни малейшего отношения в жизни. Как бы нам не вбивали в голову, какие угодно катехизисы, кончая супер-супер-супер Вестминстерским, ну вообще никакого отношения к живому Богу и Сыну Его Единородному и нашего Спасителя Ешуа и нашей с Ним жизни не имело, не имеет и не иметь не будет никогда. Почему? Потому, что это вообще не Библия, а человеческие размышления. О чем бы занять себя на досуге? Что за идиотская постановка? Я прошу прощения. Зарезка и стойна. Зачем вам это? Что оно вам дает для жизни? Что вы станетесь ближе к Господу, мудрее? Ничего, кроме осуждения других, от этого не вытекает. Закончу с замечательным еврейским анекдотом. Когда двое приходят в травину и спорят, все этот анекдот знают, конечно. Но я думаю, что он к месту. Раби, и один излагает ему точку зрения, тот говорит, ты прав. Другой говорит, позвольте Раби. Излагает свою точку зрения. И ты прав, говорит ему Равин. Подходит третий, говорит, Рави так не бывает. Или этот прав, или этот прав. На что Равин ему отвечает, и ты прав тоже. На этом, я не знаю, ли я ответил, но мне кажется, что где-то это близко к тому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...